Мы водители, те еще дятлы, но и мы велосипедисты, те еще мудаки. В большинстве случаев виноваты оба. У велосипедистов это переезд по пешеходному переходу, а у автомобилистов это превышение скорости и проезд на красный свет. Для велосипедистов же есть четко прописанные правила. Пешеходы должны переходить дорогу по пешеходным переходам, в том числе по подземным и надземным, а при их отсутствии на перекрестках по линии тротуаров или обочин. Ключевое слово «переходить» и никак иначе. Зарубите это себе на носу. Переходить. Для тех, кто не в курсе, раньше была формулировка «пересекать», и там все было неоднозначно. Теперь строго «переходить». Почему? Да потому что для того, чтобы остановиться, пешеходу нужен один шаг. А авто или велосипед так не могут. И отпрыгнуть назад при необходимости, как пешеход, велосипедист тоже не может. И поэтому, нарушая, мы получаем то, что мы сейчас видим. Велосипедисты гибнут, водители лишаются прав или садятся в тюрьму. А все потому, что надо было просто перейти пешеходный переход. Буду откровенной с вами. Я иногда переезжаю пешеходные переходы. Но для этого существует три исключения. Первое исключение – пешеходный переход нерегулируемый, но машин нет совсем. Вот дорога просматривается в обе стороны. Тогда я переезжаю. В это же исключение также относится регулируемый пешеходный переход. И если все машины остановились, вообще все стоят, я переезжаю. Я не перехожу, не вижу в этом смысла. Второе исключение – это подземный пешеходный переход. Я его, если там есть пандусы, всегда съезжаю. И то же самое с надземным. Это третье исключение. Если там есть пандусы или он просто длинный, я в нем еду. Да, это неправильно, но я так делаю. Я честен с вами. Но если я вижу, что это небезопасно, я не только сам спешиваюсь, но и заставляю это делать других. Пусть ваше велосипедное и автомобильное движение будет всегда правильным и безопасным. Благодарю, что досмотрели. Скоро увидимся. Я Алексей. Bye. Субтитры сделал DimaTorzok